Шалом! Что мы на это можем ответить? Прежде чем отвечать, нужно, конечно, постараться сначала понять, что имеется в виду. И обычно, когда вот это говорят, имеется в виду как минимум два заблуждения. Первое заблуждение о том, что мессианские евреи и христиане верят в трех богов. И вот эту вот компанию из трех богов они называют троицей. Второе заблуждение заключается в том, что хороший правоверный еврей верит в бога, который прост как пробка. Если выражаться совсем просто. То есть он внутренне не разделен и он внутренне не имеет никакой внутренней сложности, если так можно выразиться. Вот с этими двумя заблуждениями сегодня мы и попытаемся разобраться. Начнем с троицы. Прежде всего, мы поклоняемся не трём богам, а одному. Это вам скажет любой мессианский еврей и любой христианин. Мы исповедуем единобожие, а не многобожие. И в этом смысле мы абсолютно не отличаемся от последователей иудаизма. Будь то ортодоксального, реформистского, консервативного или какого бы то ни было другого. Мы признаем, что бог есть лишь один. Это первое. Второе. Если мы говорим, что верим в одного бога, то логично спросить, как его зовут. Православные христиане говорят, что поклоняются Пресвятой Троице. И поскольку Троица это Отец, Сын и Дух, то отсюда очень легко сделать вывод, что они все-таки поклоняются трём богам, а не одному. Троица, дескать, очень часто так рассуждают люди и вообще неверующие или евреи религиозные. Троица это вот имя этой самой божественной кампании, которую нарисовал даже на известной своей иконе Андрей Рублёв. Вопрос о том, как нашего бога зовут, упирается в конечном счёте в вопрос о том, откуда мы в принципе берём всю информацию о боге. Православные говорят, например, что источник, главный источник наших знаний о боге – это церковная традиция. Мессианские евреи в большинстве своём признают таким источником прежде всего Танах, то есть Тару, Невим и Ктувим, еврейскую библию, еврейские священные писания, а также книги Нового Завета. И в этой связи нужно сказать, что слова Троица нет даже в Новом Завете, не говоря уже и о Танахе. Ни Ишуа, ни первые его ученики не называли того бога, которому они поклонялись, Троица. И уж тем более, конечно, они не поклонялись трём божествам. Они были евреи, поклонялись они творцу вселенной, который открыл себя в Таре, через Моисея, через Моше. И на иврите его имя пишется четырьмя буквами – Юд, Хей, Вав, Хей. И уж если его произносить, то произносится оно, вероятно, Яхве, а не Иегова, как иногда это делают. В русской библии, кстати, это имя переведено просто как Господь. На иврите, если мы его произносим, то мы обычно говорим Адонай. Но слово Троица, это просто нужно знать, что оно вошло в лексикон христиан около третьего века нашей эры. И богословы христианские просто придумали этот термин для того, чтобы попытаться с его помощью объяснить, если так можно выразиться, внутреннее устройство Бога. Итак, что касается первого заблуждения. Троица – это не библейский термин, который не означает трёх богов и совершенно необязателен к употреблению. То есть, если он кому-то нравится и его используют для того, чтобы объяснить сложные устройства Бога, ну, на здоровье. Но мы поклоняемся одному Богу – Творцу Вселенной, Богу Авраама, Ицхака и Якова. Теперь давайте займемся вторым заблуждением. О том, что порядочный еврей, говоря о том, что Бог один, имеет в виду то же самое, что говорит об одном, не знаю, кирпиче или об одной чашке чая и так далее. Еврейское выражение «веры в Бога» – это молитва-провозглашение, которое называется «шма» по первому слову этой молитвы. «Шма Исраэль, Адонай Эл-Уэйну, Адонай Эхад» – так это провозглашение или молитва звучит на еврите. На русский это переводится «слушай, Исраэль, Явэ» или «Господь», как в русской Библии переводится, «Бог наш, Господь един». В каком же смысле здесь говорится о том, что этот Бог, он един? «Шма» – это заявление о природе Бога, то есть о его внутреннем устройстве. Еще раз, если так можно выразиться, я не очень знаю, можно так выразиться или нет, но предположим, что можно. Это заявление о том, что его единство, оно простое или составное, может быть. Или же смысл этой молитвы «шма» – он в чем-то другом. Прежде чем мы пойдем дальше, если я уже запутал вас словами «простое» и «составное» единство, во-первых, прошу прощения, моя цель не запутать. Но мы с вами говорим о, в общем-то, сложных вещах, поэтому что имеется в виду? Составное единство – это единство, например, народа. Говоря «один народ», мы имеем в виду некий коллектив, хотя этот коллектив, он один, у нас не два коллектива, у нас есть один коллектив. Но мы говорим не о единице, не об одном человеке, а о целом народе, о коллективе, состоящем из многих людей. А простое единство – это просто один предмет. Вот у меня одна ручка, на столе стоит одна чашка. Вот простое единство. Хорошо? Итак, шма. Единство Бога в этой молитве, в этом провозглашении выражается словом «эхад». Что же означает это слово? Если посмотреть, как оно используется в Танахе, то мы с вами увидим, что это слово означает просто-напросто «один». То есть, так же, как русское слово «один» означает «один», «единица». И оно абсолютно ничего не говорит о типе этой единственности, которую мы с вами разбираем. Что единство Бога, оно простое или сложное слово. Ехад не имеет тут ни малейшего намека. В нем не содержится ни малейшего намека. Ехад просто один и все. Что у него внутри, так сказать, ничего мы из этого слова и из шма мы не знаем. Тогда встает вопрос, а в чем тогда смысл этого самого шма? В чем смысл этого провозглашения, что Господь есть единый Бог? Хороший вопрос. Смысл лучше всего узнается по контексту. В каком религиозном контексте появилась шма, появилось провозглашение единства Бога? Оно появилось в Египте, когда народ Израиля находится в окружении идолопоклонников, поклоняющихся куче разных божеств. И это не только ситуация в Египте. Точно такая же ситуация потом у народа будет в земле Кнаан, в Ханаанской земле, в так называемой земле обетованной, куда Бог его ведет из Египта. Там живут язычники, которые поклоняются самым разным божествам. И на самом деле ничего другого просто в мире еще нигде нет. И в этом вся суть призвания Израиля. Израиль должен стать первым народом, который будет поклоняться одному Богу. Не трём, не двум, а лишь одному Богу. Вот этому самому Юдхей, Вавхей, который вывел Израиль из Египта. Об этом говорят и Тара, и пророки. Послушайте, например, самое первое из десяти заповедей, что говорит. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». То же самое сказано в пророках из Ишаяху. «Я Господь Юдхей Вавхей, и нет иного, нет Бога, кроме меня». Итак, когда мы говорим «Шма, Исраиль, Адонай, Элоэйну, Адонай, Эхад», мы не имеем в виду, что Бог, он просто однородный какой-то, внутри себя. Мы ничего не говорим о том, какой он внутри себя. Мы говорим о том, что он наш единственный Бог. А уж как он устроен, это второй вопрос. Хорошо. Да и кстати, если подумать, когда появилась Шма? Шма появилась во времена Моисея. Неужели вы думаете, что в те времена людям было до каких-то философских вопросов о внутреннем устройстве Бога? Им вполне хватало проблем с тем, что этот самый Бог, который вытащил их из египетского рабства, требует поклонения только себе. И евреи, оказывается, будут не как все люди, которые вокруг них, которые поклоняются массе божеств. Хорошо. Может быть, есть в Танахе какой-то другой стих, который ясно утверждает, что единство Бога, оно простое, а не составное. Не такое, как единство коллектива. Такого стиха, сколько ни ищите, просто нигде в Танахе нет. Утверждение о том, что Бог является простой единицей, неледелимой единицей, оно принадлежит еврейскому философу XII века. По имени Моисей Маймонид. Моше Маймонид. Который составил знаменитые 13 принципов веры. Он хотел, чтобы вера Израиля в единство Бога выражалась не библейским, не танахическим словом «эхад», а словом «яхид», значение которого не просто один, а единственный. И это, конечно, была наверняка реакция на христианский догмат о троице. Причем реакция непропорциональная, потому что Маймонид взял на себя смелость заменить библейское слово, слово, которое используется в таре, «эхад», на свой собственный вариант «яхид». Ну, впрочем, Маймонид – это Маймонид, это лишь один из великих еврейских раввинов, это не какой-то еврейский папа римский, за которым есть последнее непогрешимое слово. Что же говорят о природе Бога другие наши раввины? Давайте послушаем, что они говорят. Они очень много говорят о таком понятии, как «шхина», то есть божественное присутствие, которое олицетворяет женскую или материнскую сторону Божьей природы. Они учат, что «шхина» ушла из земли Израиля в изгнание вместе с еврейским народом. И она страдает в изгнании вместе со своими детьми, страдает вместе с ними в чужих землях. И дальше они говорят вот что. Они говорят, что сам Бог не может быть в мире из-за этого, из-за этих страданий, с самим собой, до тех пор, пока его народ живет в изгнании физическом и духовном. Пока его народ не возвратится из физического и духовного плена и не отстроит храм заново. Вы слушаете и, может быть, задаете себе вопрос. Откуда такая интересная идея о том, что у Бога есть такая «шхина» и что она страдает вместе со своими детьми? Эта идея, скажут вам раввины, основывается на атанохических стихах. Например, из книги пророка Езекииля, который видел славу Господню, Квод Адонай. Не где-то в Иерусалиме, не в Иерусалимском храме, а в Вавилоне. Там, где уже жили изгнанные из земли Израиля евреи. Раввины также говорят о десяти сферот, о божественных эманациях, которые, как они говорят, являются проводниками или посредниками между абсолютно духовным и непознаваемым Богом и материальным миром. Если вы скажете им, что идея сферот, она противоречит понятию о единстве Бога, знаете, что они вам ответят? Послушайте. Они ответят вам примерно так. Бог является органично целостным, но у него есть различные проявления силы. Точно так же, как у души жизнь одна, но эта жизнь душевная проявляется по-разному в глазах человека, через его руки, через другие органы тела. Точно так же и дерево. Там вот у него есть один ствол, но у него куча разных ветвей. То есть, и в дереве, и в человеке есть как множественность, так и единственность. И вот то же самое в Боге. Вы скажете на это, боже мой, как все запутано. Не зря я не люблю все эти раввинистические премудрости. Мозги вывихнешь. Ну, на это я вам скажу вот что. Во-первых, если вы начнете читать христианских богословов, которые пишут о том, как устроен Бог, то там дело ненамного проще обстоит. Они говорят, что хотя сущность Бога непостижима. Кстати, обратите внимание, они соглашаются с раввинами. Хотя сущность Бога непостижима, Бог посылает нам свои божественные энергии посредством Святого Духа. Во-вторых, что там богословы и раввины? Почитайте Танах, и вы увидите, что там все совсем не так просто, когда речь идет об описаниях Бога. Например, с одной стороны, Тара говорит, что человек не может увидеть Бога и остаться в живых. А с другой стороны, Танах раз за разом приводит в ситуации, в случае, когда люди видели Бога и оставались живы. Спрашивается, откуда такое противоречие? Если вам этого недостаточно, как вам вот такое противоречие? И с одной стороны, утверждает Танах, Бог находится в невидимой сфере. Он сидит на небесах небес. А с другой стороны, он периодически появляется на земле, причем в человеческом облике. Спрашивается, почему же такая путаница? Даже в этом самом Танахе уж, не говоря о всех раввинах и богословах. Путаница, она очень по простой причине есть. Мы с вами должны понимать, что когда мы с вами говорим о Боге, мы своим ограниченным интеллектом, с помощью своего ограниченного лексикона, пытаемся объяснить существо, которое абсолютно не похоже ни на кого и ни на что, что мы знаем в нашем опыте. Бог, он не просто большой, и он даже не просто великий, как о нем говорит Танах. Что значит великий? Он огромный, он настолько велик, что он не вмещается ни в какую коробку, которую мы можем сами, так сказать, для него придумать. Мы не можем его аккуратно упаковать для того, чтобы потом проанализировать, так как мы анализируем вещи, которые мы встречаем в жизни, в нашем опыте. Бог, это вечный творец вселенной, который не ограничен, который бесконечен. Если бы мы попытались и сказали бы, что нам удалось разложить его по полочкам с помощью методов какого-то анализа, математического или другого, то мы просто были бы в огромном самообольщении, мы бы утверждали, что наш разум больше, чем этот Бог, которого мы проанализировали и поняли. Кто-то сказал, что у нас столько же шансов узнать Бога, сколько у комара выпить океан, и у мухи начать разбираться в ядерной физике. О чем это говорит нам? Это говорит нам о том, что мы не можем, в принципе, вывести какую-то красивую формулировку, описывающую природу Бога, которую мы сможем объяснить любому человеку за 30 секунд. Это просто тайна, к которой мы можем лишь прикоснуться. Так что не переживайте насчет троицы. Мы совсем не настаиваем на использовании этого слова. И мы поклоняемся одному Богу, а не трем Богам. Но Танах, в отличие от Маймонида, не утверждает, что единство Бога простое. Более того, Танах указывает на то, что этот Бог устроен намного сложнее, чем все, что нам известно. И раввины с этим вполне согласны. Так что не закрывайте, пожалуйста, свой ум от таких выражений, как Слово Божье, Сын Божий и Святой Дух. То, что их используют христиане, совсем не означает, что это нееврейские выражения, термины и понятия. Вот, например, в книге Зор, еврейской мистической книге, есть пять описаний тройственности природы Бога. Пять описаний тройственной природы Бога. Послушайте, о чем они говорят в этой книге. Они говорят о трех головах, трех духах, трех формах откровения. И дальше автор спрашивает, после того, как он раскладывает вот эти вот вещи, он спрашивает, как эти три могут быть одним? Они едины только потому, что мы называем их едиными? Мы можем узнать их единство, пишет он, только при помощи Святого Духа и с закрытыми глазами. Насчет того, закрывать глаза или не закрывать, я не знаю, решайте сами. Но насчет помощи Святого Духа, мне кажется, стоит обратиться за ней. Спасибо. Шалом. Субтитры подогнал «Симон»